В нынешнем году республиканская акция «Одна страна, одна книга», действующая с 2007 года по инициативе Национальной библиотеки Республики Казахстан и Библиотечной ассоциации, объявила для всеобщего прочтения роман выдающегося прозаика Казахстана Абишек Никельбаева «Конец легенды» и поэтические произведения Абдильды Тажебаева. Акция, как уже было сказано, действует с 2007 года и призвана популяризировать национальную литературу, а также привить молодежи любовь к народной культуре и, кроме того, дать подрастающему поколению правильное нравственно-патриотическое воспитание. Хотела бы сказать о книгах, представленных на нашей выставке. В читальном зале мы оформили выставку, которая так и называется «Книга года. Роман Абишек Никельбаева. Конец легенды» и поэзия Абдильды Тажебаева. Абишки Никельбаев. О нем хочется сказать особо. В народе говорят «Орел поднимается ввысь лишь потому, что восходящие токи ловят его крыло». Действительно, этот человек настолько многогранный и настолько необычный. Коллеги и писатели считают его удачливым по жизни. Он был госсоветником президента. Он был главным редактором газеты «Егемен Казахстан». Народный писатель Казахстана. Герой труда. Очень долго можно перечислять его заслуги и титулы. Проза Абишек Никельбаева сказочна и философски легендарна. Он в своих произведениях, в частности в романе «Конец легенды» отражает извечное противостояние любви и власти. Роман основан на древних казахских легендах о Великом Повелителе. Да, под именем Великого Повелителя, я думаю, что имеется в виду Великий Томирлан, но имя Повелителя писатель не называет. Единственный человек, единственный герой, чье имя названо в романе – это Зочи Джапар. Зочи, воздвигнувший прекрасный минорет, благодаря своей любви к прекрасной младшей жене Повелителя. Любовь и власть – две стороны одной медали. Именно это делает роман Кельбарова столь актуальным для нашего времени. Каждый раз, возвращаясь из дальних стран, он мог придирчиво осматривать свою столицу. Сейчас он мог быть спокоен. Город вырос, могуч и прекрасен, и из виденных повелителем городов нет ему равных. Особенно довольным он остался в последний раз, когда младшая Ханча, чутко угадав настрой его души, построила в честь супруга башню, дерзко и гордо устремившуюся ввысь к небу. Иниса для нее выбрана удачно, издалека и со всех сторон сразу бросается в глаза. Открытую зору местность и все другие минореты, достойные соперничать красотой, находятся на расстоянии. Вот она, вся голубая, приветливо улыбнулась ему. Душа светлеет, радуется при одном ее виде. Даже бесцветному веленяющему знойную пору небу башня придает необыкновенную голубизну, и над ней небесный купол кажется чище и прозрачней. Чем ближе, тем заметнее возвышалась башня. И уже не такой улыбчивой она становилась, а строгой, замкнутой. Вблизи у подножия это впечатление усилилось. Башня атерешена и сурово подпирала небо. Противоречивые чувства все эти дни, попеременно овладевшие ханом, вдруг разом умолкли. Гордая башня во всем блеске возвышаясь перед ним, словно подавила и развелывала все сомнения. То, что такого чуда не было ни в одном другом городе мира. Приятно тешило самолюбие. Будь она в чужом вражеском городе, многочисленная услуживая свита с топорами и ломами, давно бы уже набросилась кромсать, рушить каменные чудища, над ней навзирающие на грозного владуку вселенной. На этот раз все ноги разостылись разъянутыми от изумления ртами. Отныне этой башне суждено глядеть свысока на весь необъятный покорный мир. Точно гордый ханский стяг, символ его всемогущества. Великий повелитель углядел в этом минарете нечто свойственное ему самому. Башню видать на краю земли. И она милостиво манит, влечет в себе, но когда откажешься рядом, становится строгой и недоступной, как сам повелитель. Что же касается Абдильды Тажибаева, то его поэтические произведения главным образом посвящены молодежи и рассказывают о молодежи Казахстана и подчеркнем о молодежи советского времени. Стоит еще сказать, что Тажибаев очень любил Владимира Владимировича Маяковского и ряд произведений посвящен как раз именно этому автору. Товарищ Маяковский, я не с жалобой к вам. Жалобы слушат, работа полезней. Я вылюдал этим нехитрым словам, вздумая о нашей поэзии. Быть может, вы скажете, но идти зря. Многих хороших стихов не заметили. Хорошо, вы воскликнули десятилетие октября, А мы чем воспели сорокалетие? Боюсь придеруться, опять воспевать. Опять лакировка, риторика вроде. Мы стали простые слова забывать. Некая критика лирика в моде. Владимир Владимирович, садитесь икон. За вами пойдем, строим, верным и дружным. Нашей стране на рассвете таком хочется быть настоящим и нужным. Много можно говорить о поэтах советского времени, и один из них действительно Абдельда Тажибаев. И хочется еще раз пригласить всех заинтересованных людей, читателей, поклонников нашей библиотеки, приобщиться к художественному слову. Всех, кто хочет открыть для себя еще одну страницу нашей литературы, нашей культуры, нашей истории. Редактор субтитров А.Семкин